Друзья, всем привет! Вы на канале в гостях у Вани. Спасибо, что зашли к нам в гости. Нам очень приятно. Подписывайтесь и ставьте лайки. А для вас сегодня я приготовил очень классный, быстрый бутерброд в стиле пицца. Будем готовить в духовке буквально 5 минут, но сэндвич накормим всю семью. Ингредиенты, как всегда, очень простые, а получится 8 больших сэндвичей. Друзья, смотрите, что я приготовил. Помидоры, уже нарезал, подойдет любые томаты. Томатная паста, любая начинка, у меня будет сегодня колбаса, может быть сосиска, сыр, немного лука, маслины, по желанию, и также зелень, чтобы украсить. Но главный секрет у нас специи. Это соль, гранулированный чеснок, а также базилик, орегано и тимьян. Это сделает наш соус неповторимый, и сэндвич будет просто супер. Друзья, давайте приступим. Подготовка буквально занимает 3 минуты. Смотрите, на хорошо разогретой сковороде начинаем обжаривать лук. Сильно здесь жарить не нужно. Сразу же добавляем помидоры. Тушим буквально полторы минуты. Я добавил 1 столовую ложку томатной пасты. Очень хорошо перемешиваем и тушим еще одну минутку. Как я и говорил, весь секрет это в специях. Добавляем наши травы, базилик, орегано и тимьян. Немного соли по вкусу. А также гранулированный чеснок. Он придаст нашему блюду пикантность. Я добавил все специи именно в этот момент, для того, чтобы они открылись. И вкус будет совершенно другой. Тушим буквально еще 2-3 секунды. Это очень важно, для того, чтобы томатная паста стала более мягкая. И добавляем немного воды. Все, друзья. Буквально 3 столовые ложки. И приступаем к подготовке наших сэндвичей. Нарезаем хлеб на порционные кусочки. Как я сказал, мы будем делать 8. Я разрезал багет напополам. И теперь вот так вот еще напополам. Теперь будет ровно 8 хороших сэндвичей. Подготовка почти вся закончена. Соус у нас тушится еще 2-3 минуты. А мы нарезаем хлеб. В итоге наш сэндвич будет готов буквально за 5 минут. Друзья, смотрите, какая красотища получилась. Буквально за 2 минутки. И смотрите, теперь вот такая вот консистенция. Довольно жидкая. И выкладываем наш соус на бутербродики. Прямо так со сковороды. Чтобы не терять время. Ох, красотища, друзья. Пахнет, пахнет очень-очень вкусно. Смотрите, реально одного помидора мне хватило, чтобы сделать вот такую красотищу. И я сегодня сделаю 4 без колбасы, а 4 с колбасой. И все очень быстро. Начинка любая. Все как вам нравится. Смотрите. Начинаем добавлять сыр. Сыра не жалеем. Я рекомендую использовать сыры тягучихся, которые хорошо плавятся. Тогда сэндвич получится более деликатесным. Но можно использовать любой. У меня сегодня разноцветный чеддер и немного моцареллы. Все, что было в холодильнике. Вот так хорошо добавляем сыра. Это главное в нашем сэндвиче. Но так же, как и соус. Ох, красотища. Теперь рекомендую так немного ножом придавить. Потому что сыр все равно расплавится. Это еще такой вот один секрет. Тогда будет очень удобно выложить все наши, так сказать, топпинги. Добавляем маслины. Добавлю колбасы на 4 сэндвича. А 4 сделаю вегатрианскими. Хотел обратить ваше внимание. У меня идет вначале соус. Затем сыр. А сверху начинка. Для того, чтобы начинка у нас хорошо держалась. И я еще добавлю буквально немного сыра сверху. И сэндвич будет просто великолепным. Друзья, вот такая красотища у нас получилась. Отправляем это в духовку буквально на 2-3 минуты на температуру 200 градусов. Для того, чтобы сыр у нас хорошенько расплавился. И будет вкуснотища. Давайте. Наши горячие бутерброды готовы. Смотри, какая красотища. Ох, как пахнет, друзья. Это просто супер. И давайте возьмем такой вот с колбаской. Ох, горячий сыр расплавился. Смотрите. Сюда сразу перекладываю. Лучше, конечно, его оставить на 2-3 минутки. Для того, чтобы немного остыл. Но я вам как раз расскажу за это время весь секрет этого сэндвича. В нашем пицца соусе. И главное, специи. Всегда обжаривайте специи и томатную пасту. И тогда вкус открывается. И уровень совершенно другой. И все удивятся. Скажут, что же у вас такое? Ну давайте, смотрите. Разрезаем его. Потому что я, конечно... Ох! Смотрите, как все пропиталось. А снизу довольно хрустящее. Потому что это вот такая вот пицца. Сэндвич, бутерброд. Называйте, как хотите. Я сейчас его пробую. Друзья, это надо пробовать. Подойдите, вот посмотрите. Я вот специально сейчас уберу немножко начинки. И хочу вам показать, насколько классно соус пропитывает хлеб. Еще раз, смотрите. А получается снизу хрустящий, а сверху тягущийся сыр. Ох! Попробуйте. Вся подготовка 5 минут. И обжарка 5 минут. Это максимум. А вся семья будет довольна. Для любой вечеринки или вечерком с фильмом гарантирую. Ох! Я сейчас, наверное, начну это все есть. А вы, друзья, оставайтесь с нами. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Вам желаю хорошего настроения и здоровья. До скорых встреч. Пока! Еще хотел добавить в то время, пока я тут ем. Можно было еще украсить так вот зеленью. Смотрите. Тогда, конечно, презентация еще больше. Аппетитнее. Я просто почему-то забыл, потому что очень хотелось попробовать. Все, друзья. Пошел есть!